Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского, в студии работы Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. ЧП на производстве Арселор Митл Тимиртау. Здесь произошло обрушение дымовой трубы коксовой батареи номер 5. На место аварии прибыл вице-премьер-министр Казахстана Сета Секешев. Об этом подробнее в репортаже Ирины Камышевой. Романтики дорог с Украины прибыли в Караганду, что привлекло пару мототуристов в Казахстане. Расскажу у я, Сергей Высокосов. 35-летняя женщина украла сразу 32 пары обуви. Карагандинку задержали накануне сотрудники Октябрьского отдела полиции. Установить владельца обуви не составило особого труда. 32-летний предприниматель очень обрадовался тому, что его товар так быстро нашли. Крупное ЧП на металлургическом комбинате Арселор Митл Тимиртау. Накануне вечером там произошло обрушение дымовой трубы одной из коксовых батарей. После чего возник пожар. Спасатели боролись с огнем почти два часа. На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Осетом Исикешевым. Ирина Камышева расскажет подробнее. Для ликвидации последствий аварии и запуска производства создан штаб, в составе которого представители Министерства индустрии и новых технологий, ЧАЭС, Акимата Карагандинской области и представители Арселор Митл Тимиртау. Создан план мероприятий для ликвидации последствий аварии. Ситуация под контролем, уверяет власти. Авария крупная. На металлургическом комбинате ЧП такого рода впервые. Дымовая труба обрушилась, повредив при этом газопровод прямого коксового газа. Произошло возгорание. На место происшествия прибыли спасательные службы. В ликвидации аварии принимали участие около 200 человек. В течение ночи разработан план мероприятий четырехэтапный. И уже в течение суток четыре коксовые батареи будут запущены. И мы надеемся, что в течение трех-четырех суток после запуска мы выйдем на номинальный уровень производства. До 20 июля выйдем на доаварийный уровень производства. К счастью, жертв удалось избежать. Генеральный директор Арселор Миттал Тимиртау Виджай Махадиван отметил, что оперативные службы сработали слаженно и профессионально. Как только мы обнаружили аварию, наши операторы подействовали очень быстро. Перекрыли все задвижки, поставляющие газ в газопровод. Таким образом, чтобы авария не ухудшила ситуацию на комбинате. С помощью пожарной службы и государственных служб, с их помощью мы вместе потушили этот пожар, который был из газопровода коксового газа. И сейчас уже нет такой концентрации газа на этом месте. О причинах аварии говорить рано. Сейчас на месте происшествия работает комиссия. В течение 10 дней будут произведены все необходимые экспертизы. В целях обеспечения безопасности дано поручение еще раз обследовать все конструкции комбината. Задача стояла за ночь нам полностью сформировать план мероприятий. За ночь выполнить первоочередные необходимые мероприятия. По поручению правительства, в частности, пример министра, которые были даны по разработке четких конкретных планов мероприятий, которые сегодня на данный момент разработаны. Созданный штаб будет работать круглосуточно. Параллельно ведутся работы по расчистке завалов. Восстановительные работы в полном объеме обеспечены необходимыми специалистами. Предприятие подсчитывает убытки. Ожидается, что к 20 июля комбинат выйдет на доаварийный уровень. Ирина Камышова, Тульген Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Финансовая полиция выявила завод, выпускающий лжецемент. Порошок, выдаваемый за цемент, производили в поселке Кокпекты Бухожираусского района. Подозрительную смесь предприимчивые бизнесмены реализовали через сеть павильонов контейнерного типа в поселке Долинка и на трассе Караганда-Шахтинск. В ходе контрольного закупа было приобретено 20 тонн порошка на общую сумму 340 тысяч тенге. Уже на самом производстве сотрудники финансовой полиции изъяли более 20 тонн лжецемента и 400 тысяч штук упаковочных мешков, которые по своему обличию похожи на продукцию компании «Централ Азия Цемент». По данному факту уже возбуждено уголовное дело. При этом Севастьянов, который принадлежит завод с территории 4 ГА, утверждает, что завод производит строительные смеси, а не цемент. Установлено, что Севастьянов закупал на договорной основе у акционерного общества «Централ Азия Цемент» отходное производство, отработку или выработку клинкерных печей по минимальной цене от 20 до 100 тенге за тонну. Смешиваясь с другими компонентами, с какими сейчас именно устанавливается, путем перемалывания, измельчения, производили порошок, навитый по цвету, схожий с цементом. А вот предприимчивый бизнесмен вины своей не признает. Кроме того, Евгений Севастьянов уверяет, что подобная история с ним приключилась 4 года назад. И тогда финполовцы возбудили в отношении него уголовное дело. Предприниматели по совместительству управляющей крестьянского хозяйства рассказывают, что в этот раз правоохранительные органы взломали двери сейф без его присутствия. Иными словами, повели себя не в рамках закона. Я повторяю, я вот так же при продажах всем говорил, что это все-таки строительная смесь, и объяснял, что это такое. Можно применять его там в вкладке, в заливке полов. Обращаясь к журналистам, прошу довести до руководства правоохранительных органов, что я никаких преступлений не совершал. Между тем, факт деятельности завода, выпускавшего лжецемент, подтверждают и представители компании «Централ Азия Цемент». Выкрутка печей – это лом огнеупорного кирпича, который является отходом производства мусора и не применяется при помоле цемента. К слову, производить строительные смеси завод, который подозревается в подделке, начал четыре года назад. Евгений Севастьянов уверяет, что на упаковочных мешках было четко написано, что содержимое пакета не является цементом. Тем не менее, уголовное дело в отношении руководителя завода уже возбуждено. Миром Гусал Кимбаева, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. Для того, чтобы улучшить показатели своей работы, участковые инспектора Шенгэса Олабек и Калкаман Касымов сами нарушили закон. Они сфальсифицировали дело об административном правонарушении по факту незаконного приобретения и хранения наркотического вещества, марихуаны весом 1,86 грамма. Однако осуществить задуманное им так и не удалось. В этот же день сотрудники Департамента финансовой полиции по Карагандинской области совместно с сотрудниками УСБ ДВД области задержали Касымова. 20 июня текущего года в санкции суда Касымов арестован. 25 июня Сайлоубек был задержан в порядке ст. 132 УК Республики Казахстан и во дворе ВВС. По словам Бориса Малогина, участковые инспекторы пытались сбыть ему наркотические вещества неоднократно. К тому же принуждали оформить его кредит на свое имя, а полученные средства отдавать им. Но два банковские учреждения отказали Борису в получении кредита в связи с отсутствием полного пакета документов. Инспекторы передали Малогину наркотическое вещество, затем изъяли как вещественное доказательство. Ну а знак благодарности за сотрудничество сбыли Борису Малогину 1,1 грамма для употребления. Вот только в должности за такое дело инспекторов так и не повысили. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий истинное лицо правозащитников раскрылось. 18 июня 2013 года в отношении предприимчивых участков было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических веществ. По всем заслугам получит каждый из инспекторов. Процессуальное решение будет принято в ближайшее время. 35-летняя женщина украла сразу 32 пары обуви. Карагандинку задержали накануне сотрудники Октябрьского отдела полиции. В руках женщины была коробка, она-то и вызвала подозрение у страж порядка. К слову, задержанная ранее уже была судима за кражи и хранение наркотиков. При задержании женщина заметно нервничала и, как оказалось, не зря. В коробке, которую она несла домой, находилось 32 пары женской обуви. Задержанная призналась полицейским, что только что украла эту коробку из автомашины, припаркованной у одного из торговых домов Майкудуки. Установить владельца обуви не составило особого труда. 32-летний предприниматель очень обрадовался тому, что его товар так быстро нашли и поблагодарил полицейским за оперативность. Отношение задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовный кодекс Республики Казахстан проводится расследование. Рабочая группа депутатов провела итоговое заседание постоянных комиссий по ремонту дорог. Более двух месяцев народные избранники контролируют ход благоустройства дорог Шахтерской столицы. По итогам выездов на места депутаты подготовили ряд рекомендаций администратору программы отделу ЖКХ Караганды. На итоговом заседании руководитель отдела ЖКХ Караганды ответил на, пожалуй, самый актуальный вопрос не только народных избранников, но и простых горожан. Причины, почему в городе асфальтное покрытие столь недолговечно, всего две. Первая причина – это отсутствие воды от города. Это самая главная причина, когда отсутствует соответствующая вода от города в проезжей части. Это главная причина. Вторая причина – это существующие материалы. То есть, ну, если вот так говорите, в советское время тоже качество битвы было одно, а сегодня – другое. В ходе итогового заседания депутаты задали ряд вопросов чиновникам, в том числе те, с которыми неоднократно обращаются избиратели. Когда отремонтируют ту или иную дорогу, появятся ли пешеходные переходы на некоторых оживленных улицах. И когда исполнительные органы обратят внимание на дорожные знаки, установленные в центре города, которые, по мнению народных избранников, создают аварийные ситуации. По итогам заседания представители депутатского корпуса направили в адрес чиновников ряд рекомендаций и депутатских запросов, призывая ответственные лица активизировать работу по благоустройству и содержанию дорог и улиц Караганды, а также усилить контроль за проводимыми работами. Не скажу, что работа не ведется. Работа ведется, большая работа ведется. Я буквально неделю назад проехал с Емпластикой, с Кемногос, Павлодат. Я посмотрел, у нас Караганда очень хорошо выглядит по строительскими городами в плане содержания дорог, в плане содержания территорий. Ирина Камышова, Тулиген Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Мотоцикл «Наш дом» – так решили Петр и Юлия с Украины и отправились путешествовать по востоку. Из Ивано-Франковска через Россию они доехали до Караганды. О впечатлениях мототуристов и о том, куда отправится дальше их маленькая экспедиция, вы узнаете из репортажа Сергея Высокосова. Петр Буляк и Юлия Плесюк байкерами себя не считают. Обыкновенными туристами тоже. Европа с автобанами и супермаркетами для них неинтересна. Интересно что-то такое более дикое, что-то, какие-то степи, где культура древняя сохранилась еще. И мы выбрали вот такой маршрут – Россия, Казахстан, Монголия и, конечно, вся Украина. Они уже месяц в пути. К Днепру принайтовано самое необходимое. Спонсорская помощь минимальная. Идея подготовки экспедиции – дело рук самих молодых энтузиастов. Готовились полтора года. Петр даже уволился с работы. Он слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов. Юлия – программист. Руководство ее компании предоставило девушке отпуск. Если говорить о взаимоотношениях двух путешественников, считайте, что это предсвадебное приключение. Но главное не это. Сегодня любую информацию можно найти в интернете. Но пока не попробуешь все своими руками, она будет пресной и не совсем достоверной. Живое общение дает богатейшие знания о культуре и быте тех людей, с которыми встречаешься в пути. Вообще казахи – это очень общительные люди. Нам это очень понравилось. На всех остановках интересовались, как на таком транспорте можно ездить. К сведению, Днепр – это аналог знаменитого Урала. По проходимости и мощи эти мотоциклы дадут фору и японцам, и американцам. Это доказанный факт. Особенно Петра и Юлию впечатлил отдых в казахской семье. Пятеро детей. Они стеснительно попросили разрешения поставить палатку во дворе дома. Им в этом отказали. Женщина сказала, хорошо, но палатку ставить нельзя. То есть у нас есть место в доме, то есть у казахов так не принято. Если есть возможность переночевать в доме, значит будете ночевать в доме. Естественно, последовали национальные казахские угощения. Курт попробовал, все, я влюбился в курт. Сели все очень спокойно. Чай с молоком. Это теперь я литрами его теперь пью. Это мое любимое. Очень много рассказывали о том, как они живут, как принято в Казахстане. Какие-то обряды, вещи какие-то интересные. Можно я добавлю? Мы очень благодарны Камшат, женщине, которая нас приняла. Действительно, это было первое такое знакомство именно с культурой казахстанской. Мы очень благодарны. И, пожалуйста, я очень хочу передать привет ее дочкам. Можно? О, Рушан, Ршет, Олжан, привет. Спасибо вам большое. Расцениваем, что эти слова относятся ко всем казахстанцам. Впечатлений у Петра и Юлии масса. Они аккуратно выкладывают их на свой блог. Петр даже решил вернуться в журналистику. Они чувствуют себя первооткрывателями. Музей Карлага, о котором мы даже и не знали. Мы туда приехали, все осмотрели. Даже руководство с нами пообщалось. Очень было приятно. И мы обязательно об этом тоже напишем в нашем блоге. Мы знаем о этой части истории Казахстана. Но все-таки в музее мы очень много нового узнали. И хочется даже еще более глубже эту тему изучить. Петр и Юлия путешествуют не с пустыми руками. Хоть они и не считают себя байкерами, но флаг байкерского фестиваля всегда при них. Байкеры, караганды и Украины до кучи геть, то есть соединяйтесь. Для подарков они везут очень интересные сувениры, которые сделали школьные умельцы. Куклы-обереги. Такими их делали еще 400 лет тому назад. Поделки из кожи, бисера и ковка украинских кузнецов. Вся страна в клесе мотоцикла. Впереди Балхаш, Алмата, Барнаул, а там и Монголия. Именно туда и направляются Петр с Юлией. А затем через Россию в Ридну Украину. Добрый путь. Караганда, как и весь Казахстан, всегда рады гостям. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый карагандинский. На этом мой выпуск подошел к концу. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Копарову. Берик, здравствуй. Здравствуй, Динара. Об итогах программы «Лето с чемпионами» через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Тимиртауский Булат в рамках очередного тура первой лиги по футболу переиграл на своем поле Каратавский Лошин со счетом 2-1. Счет открыли гости, но экс-игрок караганинского шахтера Айдос Татыбаев сделал счет равным, а Евгений Нестеров в компенсированное время принес победу Тимиртаусам. В Алматы завершилось молодежное первенство по гребле на Каноэ. Сборная Караганинской области заняла на турнире третье место. На главном молодежном турнире республики по гребле лучшими стали каноэсты из Шимкента. Второе место заняла сборная Астаны. Бронзу завоевала наша команда Караганинской области. Сам я с Астаны. Этим спортом занимаюсь уже пятый год. На разных республиканских соревнованиях занимал вторые и третьи места. В будущем хочу выиграть Олимпиаду. В Астане завершилось открытое первенство республики Казахстан по плаванию «Веселый дельфин». В соревнованиях принимали участие юные пловцы 2000-2001 годов рождения. Екатерина Партнегина завоевала серебро и бронзу. Олег Селихов стал вторым. Валентина Малахова завоевала бронзу. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если есть у вас интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 4206-49. Всего доброго. До свидания. Аман Саубонгзар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова